Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ну и тем временем на американских телеканалах журналисты обсуждают, слушайте, ну как не вовремя заболел их Джо. Мистер президент, как вы себя чувствуете? Мистер президент, как вы себя чувствуете? Вы не говорили, это говорил дедушка Байден, поэтому сами, сами, сами разбирайте в своих проблемах. У нас есть тематика Юго-Восточной Азии. Одновременно с выборами президента проходят выборы Сената и Конгресса. Может сложиться ситуация, когда у Трампа будет не только Белый дом, но и большинство в обеих палатах Конгресса и большинство в Верховном суде, который есть на сегодняшний день. Это безграничная власть получается. Это безграничная власть. И вот они очень боятся, при том, что Трамп настроен стительно, при том, что он отрезал им любые возможности договоренностей выбором Вэнса. Это был важный момент. Таким образом Трамп подстраховался, потому что по логике вещей он должен был выбрать умеренного республиканца, чтобы подтаскивать к себе колеблющихся. Он выбирает Вэнса, защищая себя, потому что если его сейчас убивают, то тогда кандидатом республиканцев очевидно становится Вэнс. На фоне возмущения политическим убийствам он получает большинство, а Вэнс еще круче Трампа. Но этим он одновременно сказал демократам, ребята, все, вам конец. К нам из Вашингтона на прямую связь выходит собственный корреспондент издательского дома коммерсанта Екатерина Мур. Екатерина, здравствуйте. Насколько история с покушением на Трампа может сейчас повлиять или изменить ход предвыборной гонки? Олеся, она обязательно изменит. Но нужно смотреть на всю эту историю в контексте. Действительно существует очень много центробежных сил, которые могут усилить этот эффект, а могут его нивелировать. Как-то, например, действительно выбор Вэнса в качестве вице-президента не сможет притянуть нейтральных избирателей на сторону Дональда Трампа. Это такая достаточно негативная история, и очень многие аналитики критикуют Дональда Трампа за то, что он все-таки не пошел... Поясните, Екатерина, простите, то есть Джеди Вэнс, назначенный кандидатом вице-президента Дональда Трампа, он наоборот от Трампа отторгает голоса избирателей? Безусловно, Руслан, вы абсолютно правы, потому что была четкая задача на то, чтобы привлечь такой центральный электорат республиканской партии и избирателей, которые тяготеют к республиканской партии, на сторону Дональда Трампа. А Вэнсон радикальный, и это не нравится центристам, скажем так, центристам из республиканцев? Да, абсолютно верно. Это же ведет к сильнейшему расколу в американском обществе в таком случае и, по сути, к созданию оснований предпосылок для гражданской войны? Очевидно совершенно. Очевидно, что он почему-то решил уйти вправо, вместо того, чтобы последовать призывам демократов к объединению, к единению наций. Значит, есть какая-то в этом задумка, вы сами сказали, что Трамп непредсказуемый. Трамп умышленно на это пошел, он непредсказуемый, но он пошел умышленно, и он умышленно раскалывает американское общество, подталкивая к гражданской войне. Короткая реклама и вернемся. Редактор субтитров А.Семкин